Система «Инцидент-менеджер» создана для того, чтобы оперативно реагировать на возникающие у граждан проблемы. В социальных сетях она отслеживает посты, в которых люди рассказывают о своих житейских проблемах. К примеру, открытый канализационный люк или разбитое окно в подъезде, или ржавая вода в кране. К сожалению, в нашей жизни подобных неприятностей еще много. И зачастую тот, кто под должностным обязанностям должен решать такие проблемы, о них может просто не знать. И эта программа помогает сократить цепь проблемы-решения до 24 часов. Основная задача этой системы – максимально сократить время коммуникации чиновника и жителя региона. Если у человека есть вопрос, он вправе обратиться к государственной власти и получить ответ. И, по крайней мере, понять, когда эта проблема может быть решена. Не все проблемы, к сожалению, можно решить в короткие сроки. На рассмотрение даются сутки министерствам, ведомствам и муниципальным властям. За сутки, конечно, можно подготовить ответ, но не всегда можно проблему устранить. Система «Инцидент-менеджер» позволяет оперативно реагировать на проблемы граждан. Она работает с января этого года, но уже приносит результат. В частности, в администрации Рузаевского района уже почувствовали пользу от такой формы работы с обращениями граждан. С какой-то стороны немножко и напрягает чиновников, должностных лиц, потому что нужно работать оперативно, нужно не в планах на следующий месяц, а это нужно отвечать людям сегодня. Конкретная беда, конкретная проблема, о которой нужно говорить сегодня, нужно принимать решение, для того, чтобы где-то поправить дела, которые можно сделать мгновенно сегодня. А где-то надо просто суметь людям объяснить, что для того, чтобы поправить положение в той или иной отрасли, нужно какое-то дополнительное время, какие-то дополнительные ресурсы. Но люди с пониманием это относятся. Ни одно из обращений граждан не должно остаться без решения. На это и нацелена система «Инцидент-менеджер». Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин.